В жакете обязательные условия – это два прорезных кармана. Обязательные условия также являются воротник пиджачного типа. Остальные нюансы мы можем сами менять и делать такими, которые нам нравятся. Чтобы сшить женский пиджак, на чемпионате профмастерства участникам дается 11 часов. Еще шесть отводятся на юбку. Мелюза Зайдулина в прошлом году стала победительницей всероссийского конкурса WorldSkills. Шутит, готовясь к соревнованиям, нашила одежды на весь техникум. Сегодня юный модельер вошла в расширенный состав национальной сборной. Говорит, профессия, которая сейчас помогает побеждать, определенно станет делом жизни. Делиться на пути к успеху важны маленькие модные хитрости. Главное – это то, чтобы одежда подчеркивала женские достоинства и скрывала недостатки. Ну и, наверное, чтобы выглядело эстетично, чтобы было смотреть приятно на человека. Например, если человек низкий, то, например, слишком длинная юбка, тоже надо правильно подобрать длину, потому что она может как укоротить ниже еще сделать человека, а может визуально его сделать выше. То есть вот таких нюансов очень много. К европейскому чемпионату готовится и электромонтажник Равиль Атласов. В прошлом году он тоже уже стал победителем. К конкурсу профмастерства Равиль готовится сам после занятий. Собирает электрические цепочки, монтирует оборудование. Рассказывает, чтобы стать лучшим, важно не только знать свою профессию от и до, беспрекословно соблюдать технику безопасности. В прошлом году за нее даже снимали баллы. Там, в принципе, к технике безопасности очень трепетно относятся, потому что и так же она как бы усложняет задания. Если какие-то производишь пильные работы, то есть это распил кабель канала, ты должен обязательно быть в перчатках и в очках. Если производишь сверление, только в очках. Светильники, которые должны включаться согласно схеме, реагировать на движение, работать в автоматическом режиме. Многие задания, рассказывает Равиль, организаторы чемпионата берут с международных соревнований. Еще на первом чемпионате участники из разных стран должны были смонтировать из светодиодной ленты свой флаг. Такое же задание было и в прошлом году в Казани. Повсюду загорелся российский триколор. Сегодня самарские мастера готовятся войти в основной состав национальной сборной Союза WorldSkills России. Его сформируют этим летом. За основу возьмут индивидуальные рейтинги ребят, знания технического английского языка, спецдисциплин. Европейский этап конкурса профмастерства стартует в конце ноября в Швеции. Алина Чемерис, Максим Гусев, Григорий Клешаков. События.